Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Мы работаем в прямом эфире. Ситуация с распространением коронавируса на территории Тверской области по-прежнему остается непростой. Каждый день в нашем регионе, в Верхнем Волжье, фиксируются все новые случаи заболевания COVID-19. По самым актуальным данным на сегодняшний день, по информации Оперштаба нашего региона, в Тверской области лабораторно подтверждено 1486 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 92 963 заразившихся излечились от инфекции. Ну и, разумеется, продолжается массовая вакцинация населения. И вот опять-таки, по данным Оперштаба, на сегодняшний день вакцинировано уже 662 895 человек. В том числе, за минувшие сутки 757 человек. Сейчас, да, достаточно такая непростая, как я уже сказал, ситуация с распространением вируса. Пятая волна, как угодно можно называть, да, специалисты не всегда любят эти обозначения, такие условности. Но, тем не менее, количество случаев каждый день фиксируется достаточно большое о том, как идет борьба с распространением инфекции, о том, какие сейчас существуют методы борьбы, да, вообще, где мы сейчас все находимся вот в рамках вот этого, вот этой борьбы, сопротивления, распространению COVID-19. Обо всем этом мы сегодня поговорим с тем человеком, который, ну, наверное, вот ближе всего, да, к реальному положению дел, к реальной повестке. Александр Сергеевич Раздорский, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области, сегодня у нас в студии. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что сегодня к нам в студию пришли. Я напоминаю нашим телезрителям и слушателям, что работаем мы в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию, сдавать свои вопросы, номер прямого эфира 300-190, и по этому же номеру вы можете писать свои вопросы в WhatsApp. Ну, соответственно, код города 4822, добавляйте номер в свои записные книжки, в своих мобильных телефонах, находите нас в чате WhatsApp и пишите свои вопросы. Если не хотите, например, к нам в студию звонить, можете написать какой-то волнующий вас вопрос Александру Сергеевичу задать. Александр Сергеевич, ну вот озвучил, да, сейчас я последние актуальные цифры по заболевшим, по вакцинированным, да, и так далее. Если прежде, да, вот в первые месяцы, первый, уже даже можно сказать, первый год, да, мы сейчас уже во втором годе пандемии находимся, нас пугало немножко, да, мы так побаивались, когда случаев заражения было больше ста, потом они начали подбираться к сотням и так далее. Сейчас уже 1486 вот за минувшие сутки. Что эти цифры значат? Вообще, на каком этапе сейчас вот борьбы с коронавирусом, на каком этапе распространения инфекции мы, наш регион, сейчас находимся? Да, безусловно, ситуация на сегодняшний день продолжает оставаться напряженной, и количество ежедневно фиксируемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, лабораторно подтвержденных случаев продолжает оставаться достаточно большим. Почти полторы тысячи за сегодня, много это или мало. В условиях текущего подъема заболеваемости, это факт, мы видим, что заболевает большое количество людей, и это те, у кого диагноз был подтвержден лабораторными методами. То есть, вот те самые ПЦР-тесты, да, ПЦР-положительный результат. Но, на самом деле, об истинной картине мы можем судить еще и по ряду показателей. Количество людей, обращающихся за медицинской помощью, фоновая регистрация острых респираторных вирусных инфекций в период подъема заболеваемости, которыми мы сейчас также с вами живем. Никто не отменял грипп, это тоже сезонная инфекция, и все это накладывается на один эпидемический процесс, процесс распространения коронавирусной инфекции. Поэтому полторы тысячи в день, это, конечно, много, и для нашего региона это много, но это наша сегодняшняя конъюнктура, с которой мы работаем, с которой мы боремся. И следует сказать, что количество людей, которые сейчас выявляются, несмотря на то, что оно достаточно велико, большая часть из этих людей лечится на дому, лечится амбулаторно и получает медицинскую помощь, медицинские консультации, в том числе и в дистанционном формате. Все эти возможности, они закреплены нормативно документами Минздрава России, Минздрава Тверской области, на практике реализованы именно за счет наших медицинских учреждений. Ну вот, если так уже более детально разбираться в вопросе, всю зиму мы ждали, боялись штамма омикрон, потихонечку он к нам подбирался, в Европе несколько случаев была зарегистрирована постепенно, постепенно, в том числе вот и добрался он до Тверской области. Что изменилось в связи с этим в характере заболевания, в характере переносимости заболевания, тяжести того, как люди переносят коронавирус, ну и скорости распространения? Вот что тот самый омикрон, такой уже пресловутый, может быть набивший некоторым уже оскомину, что он принес вот нам всем? Да, по сути это тот же коронавирус, только имеющий определенный ряд изменений, мутации в своем геноме, что позволило вывести его в отдельную филогенетическую ветвь и вот определить этот штамм омикрон. Долго мы его ждали, наш регион долго держался, мы до последнего, просматривая средства массовой информации, многие граждане, которые также обращались, говорили, ну неужели до сих пор у нас в регионе нет омикрона? Да, истинное распространение он получил, наверное, где-то приблизительно, если непосредственно не после новогодних праздников, то где-то вот в период, может быть, новогодних праздников во время, да, потому что в Москве он был уже давно зарегистрирован еще в декабре, первые случаи. И, безусловно, учитывая близость нашего региона к Москве, Московской области и к Санкт-Петербургу, где в подавляющем большинстве среди вновь заболевших выявлялся омикрон, соответственно, и в Тверской области он тоже был. Но лабораторно подтвержденный случай, первые несколько случаев были зарегистрированы в конце января, и сейчас, конечно, доля лиц, которые заражаются штаммом омикрон в структуре общей заболеваемости, она является подавляющей. Из общего количества образцов, обследованных именно на принадлежность к тому или иному штамму, можно сказать, что 60% это омикрон и 10% это малозначимые штаммы, но и следует сказать, что все еще продолжает циркулировать штамм дельты, это тот штамм, который вызывал предыдущие подъемы заболеваемости, который, к сожалению, отличается достаточно тяжелым течением, хоть и не столь быстрым распространением, его доля в структуре заболеваемости сейчас составляет порядка 30%. Поэтому эпидемическая ситуация, какой бы она ни казалась на первый взгляд, продолжает оставаться крайне серьезной и требует пристального внимания. Основные отличия омикрона, что мы сейчас видим, заключаются все-таки в его скорости распространения. По сравнению со штаммом дельта, этот показатель выше в 4-5 раз, и это мы видим на практике. То количество случаев, которые вот сейчас фиксируются, 1400-1500 случаев в день, это, конечно, за счет скорости распространения этого штамма. Скорость, это значит, он более заразен, если так по-простому говорить. Да, он более заразен, то есть он распространяется гораздо быстрее. Достаточно минимального контакта, то есть существенно меньшей экспозиции для того, чтобы заразиться. Меньшая заражающая доза также требуется для того, чтобы заразиться. Поэтому мы говорим о том, что в общественном транспорте, в местах массового скопления людей общественного пользования необходимо пользоваться маской. Продолжать это делать, потому что, может быть, как многие говорят, маска не спасет, но она даст определенный шанс и повысит вероятность того, что человек может и не заболеть, и не заразиться. Мы должны все возможности использовать, потому что, вопреки всеобщему заблуждению, сам омикрон, сам по себе штамм омикрон, он ненамного легче по тяжести течения заболевания по сравнению с штаммом дельта. Единственное, о чем мы можем говорить, о том, что мы воспринимаем этот штамм несколько по-другому, потому что, как вы уже правильно сказали, более полутора лет мы живем в условиях пандемии, и вся эта история создает предпосылки к иммунизации населения. Естественным или искусственным путем. Да, мы иммунизируемся. Кто-то прививается, кто-то заболевает, но это в любом случае оказывает влияние на общество, на состояние общества и его восприимчивость. Восприятие тоже. Александр Ильич, продолжим разговор, в том числе и о штамме омикрон поговорим после небольшой рекламы. Вернемся совсем скоро, не переключайтесь. Мы возвращаемся. Вы смотрите программу «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Я напомню, что сегодня вместе с главным нештатным эпидемиологом Тверской области Александром Раздорским мы общаемся о нынешней ситуации с распространением коронавируса на территории Верхней Волжьи. И у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я звоню, чтобы задать вопрос и поблагодарить Александра Сергеевича за его нелегкий труд. Позвольте мне это прямо сейчас в эфире сделать. Александр Сергеевич, если слышите меня, я благодарю вас за профессионализм, за сердечность. Вы всегда грамотно отвечаете на все острые вопросы, ответы на которые порой трудно даже получить от своих участковых врачей. В связи с чем хочу пожелать вам крепкого здоровья, силы духа, энергии. Самое главное, чтобы как можно скорее мы все победили наконец-то пандемию коронавируса. И хотела бы задать вопрос по поводу вакцинации подростков. Сейчас это дело добровольное, но есть родители, которые против. И на это есть свои тоже причины. Некоторые считают, что вакцина может повлиять на растущий организм. Более того, есть такие даже слухи. Я не знаю, правда это или нет. Это может повлиять в том числе и на деторождение. Вот поясните, пожалуйста, нашим телезрителям, родителям, какие есть противопоказания по вакцине именно молодым людям, подросткам. И правда или нет вот насчет всей информации, которую сейчас я вот сказала. Да, большое спасибо за вопрос, за благодарность. Это наша коллективная работа, поэтому мы делаем все на благо региона и страны. А что касается вакцинации подростков, то сейчас этот процесс в Тверской области запущен. К сегодняшнему дню вакцинировано уже более 150 детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Да, этот процесс добровольный и проводится с письменного согласия родителей. Что же касается опасений некоторых родителей и возможных противопоказаний к вакцинации, то эти противопоказания, они по сути те же, что и при любой другой прививке. То есть самое главное, чтобы у ребенка не было острых состояний, то есть острых инфекционных или неинфекционных болезней, обострения каких-либо хронических состояний. И основным противопоказанием по-прежнему продолжает оставаться индивидуальная непереносимость препарата. То есть если у нас ребенок аллергик, у него тяжелый аллергический статус и поливалентная аллергия, и есть риск того, что может развиться какое-либо неотложное состояние в ответ на проведенную вакцинацию, то в данной ситуации необходимо все-таки проконсультироваться с врачом-аллергологом-иммунологом, пройти ряд обследований. Я бы так поступил со своими детьми, потому что на сегодняшний день вакцинация детей против коронавирусной инфекции, она не менее актуальна, чем и вакцинация взрослых. К сожалению, распространение штамма Omicron показало, как могут болеть дети. И те решения в регионе, организационные решения, которые были приняты, связанные с открытием детских центров амбулаторной помощи при заболевании ковидом, открытие детских коек для лечения больных детей, инфицированных коронавирусной инфекцией на базе городских детских больниц, это, конечно, безусловно показало значимость вакцинации детей и подростков. Поэтому этот процесс должен проходить в том ключе, в котором он обозначен федеральными медицинскими властями, Министерством здравоохранения Российской Федерации. Но и что касается возможных последствий от вакцинации, это из разряда очередных мифов, когда влияет вакцина на репродуктивное здоровье в будущем, на развитие каких-либо хронических аутоиммунных процессов, влияющих на неврологическую патологию, либо еще на что-то. Это все на сегодняшний день по-прежнему продолжает оставаться мифами, потому что прежде чем запустить вакцину в гражданский оборот и приступить к вакцинации подростков, она прошла все необходимые этапы испытаний, да, по сокращенной программе. Но эта программа была проведена, она одобрена всеми регуляторами национальными. И на сегодняшний день в регионе в нашем не так много еще детей привито, но ни в одном случае не было зарегистрировано каких-либо побочных эффектов, или когда дети тяжело переносили вакцинацию. Тоже мы можем наблюдать и по Москве, и по Московской области, там уже более 2,5 тысяч детей привилось. И доля нежелательных проявлений после вакцинации, она стремится к нулю, поэтому мы можем считать вакцинацию детей безопасной, но при этом крайне актуальной и важной. Ну вот о вакцинации детей, о вакцинации подростков мы еще поговорим. У меня тут, да, запланировано несколько вопросов на эту тему. Хочу еще немножко вернуться вот к омикрону, да, пресловутому. Вы сказали, что скорость распространения его, да, она, понятно, да, чем даже дельта, она быстрее распространяется, он быстрее, то есть он более заразен. А вот для людей, которые переболели коронавирусом, тем штаммом именно омикрон, сколько вообще длится вот тот самый период, когда человек заразен омикроном? Меньше или больше других вирусов? Тот самый инкубационный период, так называемый, вот эти сроки, они каковы вообще? Эти сроки могут варьировать в зависимости от индивидуальных особенностей организма человека, но составляют минимально от двух дней до максимально двух недель. 14 дней в среднем этот период составляет от трех до пяти-шести дней максимум. И, как правило, человек уже является заразным, то есть представляет из себя источник инфекции в последние два дня инкубационного периода, ну и, соответственно, первые несколько дней после начала заболевания, когда появляются первые симптомы и, возможно, далее. Поэтому после того, как мы лабораторно подтверждаем диагноз коронавирусной инфекции, и сейчас считаем, что в подавляющем большинстве априори это омикрон, все-таки люди у нас находятся на лечении либо амбулаторно, либо стационарно. Подразумевается режим самоизоляции, минимизации контактов как в условиях дома, так и, соответственно, в медицинской организации, то есть пациенты, которые госпитализируются, даже если средне-тяжелые течения, они не перемещаются свободно по лечебному учреждению, то есть это режимные объекты. Таким образом, мы пытаемся ограничить распространение инфекции далее путем как раз-таки изоляции и самоизоляции больных. Ну вот еще немножко про омикрон, наверное, уже один из последних вопросов. У нас был самый первый штамм, который из Ухани распространился. Потом мы активно боялись, ждали дельта штамм, и вот теперь мы говорим об омикроне. Сколько их вообще всего-то этих штаммов может быть? И я вот слышал где-то, да, в некоторых источниках говорят, что вроде как омикрон последний, и после этого вся пандемия уже, наверное, пойдет уже на спад, и потихонечку-потихонечку вот эта вся такая вот глобальная история коронавирусная, она закончится. Так ли это? И сколько еще этих штаммов может быть? И насколько они будут агрессивны в дальнейшем? И будут ли? Ну, на этот счет существует множество гипотез. Не хотелось бы лишний раз обнадеживать наших слушателей, зрителей, но, тем не менее, да, первые штаммы коронавируса, которые были, уханьские, потом южноафриканские, бразильские и британские штаммы, они, по сути, представляли собой ответвление от своих ближайших сородичей, то есть за счет каких-то минимальных мутаций мы их выделяли в отдельные штаммы. Что касается омикрона, по тем исследованиям, которые были проведены, он на самом деле, если можно так сказать, отпочковался еще раньше, то есть у него изменения произошли на более раннем этапе, когда мы боролись с британским штаммом и дельтой, он где-то существовал латентно, но в определенный момент времени получил свое распространение и оказался по скорости существенно превосходящим все предыдущие штаммы. Что касается перспектив, когда это все закончится, возможно, омикрон будет последним, возможно, нет. Все зависит от, опять же, уровня коллективного иммунитета и степени невосприимчивости к коронавирусной инфекции, какой бы штамм ее не вызывал. К сегодняшнему дню мы говорим только об эпидемически значимых штаммах, но их существенно больше. И наши ученые их выявляют, фиксируют, просто они идут уже в общей массе, как мы с вами сказали, что 10% тех штаммов, которые сейчас распространяются, то есть они не дельта, они не омикрон, но все другие, и по сути не имеют какого-то эпидемического потенциала в распространении инфекции. Но очевидно и вероятно, что со временем коронавирусная инфекция перейдет в разряд сезонных инфекций. Те меры, которые мы сейчас видим, они все-таки существенно, наверное, слабее, я имею в виду ограничительные меры, противоэпидемические меры, чем это было в самом начале. Почему? Потому что мы научились жить с этой инфекцией, мы научились защищаться, мы иммунизировали достаточно большое количество граждан, и те, кто переболел, а мы вот перед началом программы с вами говорили, что многие переносят инфекцию бессимптомно, то вот в соответствии с коэффициентом бессимптомного носительства, тех, кто перенес инфекцию бессимптомно, приблизительно в 3-4 раза больше тех, кто перенес инфекцию, болезнь в манифестной форме, может быть, лечился дома или госпитализировался, но тем не менее это так. Поэтому на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета достаточно высок. Это нам помогает в борьбе с инфекцией и создает предпосылки того, что еще приблизительно, наверное, в течение года произойдут изменения, когда мы к инфекции будем относиться как к сезону, как к гриппу, например, готовиться ежегодно к подъему заболеваемости путем вакцинации или ревакцинации. Этот вопрос сейчас активно обсуждается. Ну а вероятность того, что ситуация может развиться совершенно другим путем, к примеру, появится совершенно другой, более опасный штамм, с которым мы никогда не встречались, она также существует и исключать ее полностью нельзя. Поэтому на сегодняшний день, чтобы эту вероятность снизить, мы должны на фоне проводимой вакцинации помнить еще и о неспецифических мерах профилактики и о гигиене рук, элементарные меры, не требующие абсолютно никаких затрат, но позволяющие защитить себя и от сезонных инфекций, и от коронавирусной инфекции, и в летний период, который неизбежно наступит, будет летняя оздоровительная кампания, отпуск, путешествия позволят избежать заражения возбудителями кишечных инфекций, которые сейчас в большей степени представлены вирусами. Ну и сейчас, помня о том, что все-таки огромное количество людей болеет, скорость распространения высока, заразность тоже высокая, мы должны соблюдать еще и определенную дистанцию, уважительно относиться друг к другу в обществе, чтобы защищать не только себя, но и окружающих. Ну да, мы напомним, что по-прежнему никто не отменял ношение масок в общественном транспорте, это по-прежнему на территории, ну по крайней мере нашего региона, обязательная норма. Ну и, конечно, да, Александр Сергеевич, вы уже заговорили о вакцинации, продолжается у нас вакцинация, продолжается у нас создание на территории региона вот того самого, о чем вы уже сказали, да, части коллективного иммунитета. Давайте об этом поговорим. Вообще, насколько вот сейчас оцениваете текущие темпы вакцинации, и у нас сейчас несколько вакцин, давайте напомним, какие у нас сейчас вакцины для жителей нашего региона и страны в целом доступны, и насколько они эффективны, в том числе против того же омикрона, которая вот сейчас считается самым, ну главным врагом, да, наверное, нашим? Да. У нас, как мы уже сказали, для детского населения доступна вакцина «Спутник-М». Это, по сути, та же вакцина «Спутник», но с существенно меньшей концентрацией антигена для того, чтобы уменьшить вот эту антигенную нагрузку на детский организм. И с учетом всех проведенных исследований было доказано, что этой концентрации достаточно для того, чтобы сформировать иммунитет. То есть это дает достаточную иммуногенность именно вот этой детской вакцине. Помимо детской вакцины для вакцинации взрослого населения у нас используется вакцина «Спутник-Ви», двухкомпонентная, «Спутник-Лайт» однокомпонентная, и еще две других вакцины. Это вакцина «Кови-Вак», производство института имени Чумакова, двухкомпонентная, и производство института «Вектор» Роспотребнадзора, вакцина «Эпи-Вак-Корона», также двухкомпонентная. Они все имеются у нас в наличии. Насчет эффективности здесь говорить достаточно сложно. На практике мы эту самую эффективность оцениваем. Безусловно, наибольшая эффективность по-прежнему остается у вакцины «Спутник-Ви», двухкомпонентной. «Спутник-Лайт» используется преимущественно для ревакцинации ранее вакцинированных. И вопреки тем рекомендациям, которые на сегодняшний день дает Минздрав России, на практике мы видим, что ревакцинироваться, особенно в условиях распространения омикрона, нужно чаще. Потому что все-таки ни для кого не секрет, что привитые люди заболевают. Но мы видим, что в структуре всех заболевших коронавирусной инфекцией доля привитых составляет менее 9%. То есть приблизительно где-то 8,5% из всех заболевших – это привитые люди. Это крайне мало естественно. И по сути это укладывается в эффективность вакцинации. И эффективность вакцин. Другая сторона вопроса заключается в том, что среди всех заболевших, которые мы зарегистрировали в течение первых полутора месяцев 2022 года, а таких у нас порядка 55 тысяч человек, большая часть лечится амбулаторно. То есть 90% – это те, кто получает лечение в амбулаторном режиме. Многие даже не обращаются в поликлинику именно за счет той возможности, которая была дана, оформить лист нетрудоспособности в дистанционном формате, также дистанционно его закрыть. Да, это было не всегда. Раньше нужно было идти в поликлинику, но сейчас, опять же, с учетом текущей эпидситуации, это одна из мер борьбы с инфекцией. То есть мы разобщаем коллектив, мы не приглашаем в поликлинику таких людей, предлагая остаться на дому с температурой, с симптомами для того, чтобы обеспечить лечение. При необходимости врач сам придет домой. После аудиоконсультации в дистанционном формате принесет необходимые лекарства. Но это позволяет нам избежать скопления людей в поликлиниках. Полностью, конечно, к сожалению, избежать не удается, учитывая количество заболевших. Поэтому, конечно, имея сейчас возможность обратиться к гражданам, все-таки прошу относиться друг к другу уважительно, находясь в очередях, и понимать, что все пришли, наверное, не от того, чтобы посетить просто поликлинику, не ради праздного интереса, а по нужде. Не постоять там, в очереди. И в связи с этим нужно быть более терпимыми друг к другу и к медперсоналу, который оказывает помощь. Мы же со своей стороны готовы эту помощь оказать. Александр Сергеевич, вот начали мы говорить о вакцинации до последней рекламной паузы. Поговорили о том, как идет вакцинация в целом населения. Но сейчас давайте сконцентрируемся на том, как идет вакцинация подростков. Отчасти уже, отвечая на вопрос сегодня, да, зрительницы, наши слушательницы, вы об этом уже сказали. Тем не менее, давайте расскажем, как все-таки сейчас организована работа по вакцинации подростков, насколько вообще активно родители соглашаются, если не соглашаются, то почему? Ну и какой в порядок вообще вот сейчас, если, допустим, семья, родитель захотел вакцинировать своего ребенка, подростка, что нужно делать, куда идти? Во-первых, заявку можно оставить через единый номер 122. Такая возможность есть. Там необходимо будет сообщить фамилию, возраст ребенка. И если мы говорим о городе Твери, то в Твери организован центр вакцинации детей на базе детской областной клинической больницы. Такая же возможность есть в плане записи через единый портал государственных услуг. Если речь идет о вакцинации на территории муниципальных образований Тверской области, то в крупных центральных районных больницах, которые являются межрайонными центрами медицинскими, также доступна вакцинация детей. И, в частности, мы видим неплохие результаты по Вышневолодскому городскому округу и ряду других муниципальных образований, где также можно записаться, либо позвонив в медорганизацию, в регистратуру поликлиники детской, либо непосредственно также через 122 или через единый портал государственных услуг. Что требуется? Какие условия должны быть соблюдены? В первую очередь, конечно, возраст ребенка от 12 до 17 лет включительно. Согласие родителей, отсутствие острых состояний, инфекционных или обострение неинфекционных каких-то заболеваний, хронических заболеваний. Ну и, естественно, проводится осмотр педиатра обязательно с целью выявления также противопоказаний, если вдруг родители чего-то не знают или на что-то не обратили внимания. То есть медицинские работники внимательно проведут осмотр, и если какие-то противопоказания будут, соответственно, направят либо к профильному специалисту, либо дадут какой-то медицинский отвод временный для того, чтобы вакцинация все-таки была выполнена несколько позднее. Ну вот приходят к нам вопросы на WhatsApp. Зрительница интересуется, или зритель, тут номер непонятно, какие симптомы характерны именно для омикрона, спрашивают наши телезрители. Да, здесь сложно какие-то специфические симптомы выделить, потому что это все-таки острое респираторное заболевание, страдают верхние дыхательные пути. Респираторный тракт, ну, наверное, характерным признаком является подъем температуры, который, в отличие от острых респираторных инфекций сезонных и того же гриппа, не является столь резким. То есть подъем температуры, он плавный, медленный, и не характеризуется резким подъемом до высоких цифр. В первые дни заболевания, как правило, сопровождают симптомы в виде заложенности носа, такого вот насморка, появление кашля, как сухого, так и с выделением определенной мокроты. То есть это все может насторожить гражданина на предмет того, что он может быть заражен коронавирусной инфекцией. Ну, опять же, сейчас сложно отличить от обычной сезоны УРВИ. Это возможно сделать только лабораторным способом или при помощи экспресс-тестов, которые сегодня есть у нас и в медицинских организациях, и продаются в ряде аптек. Именно экспресс-тесты не на определение антител по образцу крови, а экспресс-тесты для определения антигена вируса по образцу мазка из носа и роты глотки. Поэтому на сегодняшний день, если есть какие-либо признаки заболевания, необходимо обратиться в медицинскую организацию, либо в поликлинику по месту жительства, либо на телефон 122, оставить заявку на дистанционное консультирование, либо если состояние здоровья средней тяжести, с подъемом температуры, с одышкой формирующейся, то необходимо вызвать врача на дом. Если же совсем высокая температура, которая не сбивается в течение первых суток, тут уже необходимо, наверное, вызвать скорую помощь для того, чтобы врач осмотрел и при необходимости направил, возможно, на стационарное лечение после определенного количества дополнительных обследований. Поэтому сейчас в Тверской области система здравоохранения адаптирована к текущей ситуации. Граждане могут получить помощь на различных уровнях, в различном формате, и это все создает предпосылки к тому, что все-таки, ну, вот эта ситуация не может длиться бесконечно долго, и уже, я думаю, с учетом тенденций на сегодняшний день регистрируемых, а мы видим, как темп прироста, он замедляется, несущественно, но уже замедляется, потому что предыдущая календарная неделя, она показала снижение темпа прироста приблизительно на 30% по сравнению с пятой календарной неделей. Это может говорить о том, что мы все приближаемся к пику заболеваемости, который закономерно сменится снижением заболеваемости с последующим уменьшением до каких-то приемлемых минимальных цифр. Остается на это надеяться, что, опять же, с приходом весны и климат нам поможет, и погодные условия будут способствовать тому, что все-таки меньше людей будет находиться в таком вот состоянии скопления, там, в торговых центрах, еще где-то больше будет людей находиться на свежем воздухе, на солнце, да, это также будет способствовать снижению заболеваемости. Да, специальная дистанция в то же время, да. Мы много сегодня с вами поговорили о вакцинации, но и цифры большие, да, вот я напомню, что на сегодняшний день, по данным оперштаба, вакцинировано уже почти 663 тысячи жителей нашего региона, но, тем не менее, остаются еще те, кто по каким-либо причинам, там, медотвод, да, или просто какое-то нежелание вакцинироваться. Есть еще определенное количество невакцинированных. Как сейчас невакцинированные, которые не имеют вот этого иммунитета, допустим, если они не вакцинировались, они не переболели, да, у них нет антител, как сейчас вот те люди, которые не вакцинировались, переносят коронавирус, если заболевают, ну и в том числе вот тот самый омикрон, который, как вы сказали, уже потихонечку вытесняет все остальные штаммы, да, преобладает у нас, по крайней мере. Да. Те, кто не вакцинировался и не болел, они существенно рискуют своим здоровьем, да, своей судьбой. Почему? Потому что, вот опять, как я уже сказал, повторюсь, не омикрон сам по себе легче переносится, а он легче переносится привитыми, да, и эффективность вакцины здесь, она заключается в том, что если человек заболевает, он заболевает легко, у него не формируется одышка, не развивается пневмония, потому что иммунитет помогает бороться с инфекцией. Что касается тех, кто не прививался, они по-прежнему заболевают достаточно тяжело с развитием пневмонии и требуют госпитализации и возможного применения аппаратов искусственной вентиляции, легких. Поэтому все-таки, если были какие-то сложности в вакцинации, были медицинские отводы или состояние здоровья, которое не позволяло сделать прививку, я уже не говорю об убеждениях, которые давно уже должны быть отброшены в пользу вакцинации, то все-таки нужно изыскать возможность сделать прививку, потому что это единственный способ, который позволит сохранить жизнь, вот без преувеличения. Можно переболеть, но никто не гарантирует, что болезнь пройдет легко, бессимптомно и без особых последствий. Никто также не отменял постковидный синдром, который на сегодняшний день проявляется у все большего количества переболевших людей. И зачастую выражается как проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы, нервной системы, так и со стороны опорно-двигательного аппарата, у людей проблемы с мышечным аппаратом, проблемы с суставами. К сожалению, это имеет место быть, и эти люди требуют к себе внимания, требуют помощи, требуют своеобразной медицинской реабилитации. Чтобы всего этого избежать, нужно сделать прививку. Прививку, и несмотря на то, что мы живем в период высокой заболеваемости, значимость прививок, она не уменьшается. И прививок, и в плане первичной вакцинации, и ревакцинации в том числе. Из-за того количества, которое вами было озвучено, 662 тысячи, 142 тысячи в том числе прошли ревакцинацию, и не по одному разу. Вопросы еще такие у наших зрителей. Мы тоже общаемся с людьми, ездим в ЦАПы, собираем материал. Сейчас немножко такая история, не знаю, не назвать, наверное, скользкая, непонятная для некоторых. При каких симптомах, например, если человек почувствовал себя нехорошо, он находится дома, могут забрать в больницу, а при каких все-таки оставляют лечиться дома? Где та грань, когда, допустим, человек, явные признаки симптома ОРВИ, все-таки как понять, как врачи понимают, что жителям, награжданам делать? Да, как мы уже сказали, возможность получить консультацию медицинскую, она есть у гражданина, и при обращении за медицинской помощью, на скорую медицинскую помощь, вызов врача на дом, или дистанционно с врачом поликлиники, предварительно оставив заявку. И уже в ходе этой консультации, даже если первично был выдан листок нетрудоспособности, но обычное ОРВИ переросло в более серьезное заболевание, неснижаемая температура, несбиваемая, присоединилась одышка, то в данной ситуации даже дистанционно врач может в автоматическом режиме вызвать бригаду скорой медицинской помощи к такому пациенту. И у нас такие примеры в регионе имеются, когда по факту у человека уже на дому развивалась пневмония, то есть люди были непривитые и требовали госпитализации. Такая слаженная работа медицинского персонала и амбулаторного звена, и скорой медицинской помощи позволили своевременно госпитализировать человека. Основными критериями для госпитализации все-таки служат высокая температура тела, которая не сбивается жаропонижающими препаратами в течение более двух дней. Это снижение насыщения кислородом крови, то есть если у кого-то есть пульсоксиметр, то есть это элементарная мера, которая позволит судить о том, имеются ли какие-либо признаки дыхательной недостаточности и снижение насыщения кислородом крови. Но, естественно, когда уже появляется одышка, либо тяжелый кашель, смокроты, естественно, это тоже является признаком развивающейся пневмонии, что требует проведения и компьютерной томографии легких, и уже по результатам принимается решение о госпитализации. Немножко совсем времени остается у нас до конца эфира. Два вопроса еще хочу спросить. Первый. Те, кто переболел, понятно, да, вы сказали, что ингрупционный период, он примерно для всех штаммов одинаковый, да, до 14 дней, так или иначе, ты еще можешь быть заразен. А вот что касается тех, кто контактировал с заболевшими, сам не болел, контактировал, да, поставили диагноз, например, кому-то в семье, вот насколько сейчас вообще вот речь о самоизоляции в связи с этим, в связи с контактировавшим идет, да, и достаточно ли, допустим, маски? Человек надевает маску, выходит в город, в люди и так далее. Вот как сейчас правильнее себя вести в связи с этим? Безусловно, если был контакт с человеком, у которого коронавирусная инфекция подтверждена, необходимо применение всех мер, в том числе, да, и маска априори в домашних очагах, семейные, которые, члены семьи, которые не заболели еще, они должны носить маску, то есть по возможности находиться в других комнатах и минимизировать контакты с тем, у кого ковид все-таки был подтвержден. Что касается нахождения на самоизоляции таких людей, то если человек был привит, то эта необходимость автоматически отпадает, да, в соответствии с изменениями, которые буквально вот не так давно, 4 февраля, вступили в силу, изменения в санитарные правила по профилактике коронавирусной инфекции, утвержденные постановлением руководителя Роспотребнадзора, такую возможность дают. Соответственно, если человек был привит, это опять же дополнительный плюс в плане вакцинации, то нет необходимости находиться в самоизоляции, будучи контактным человеком. То есть априори понятие контактного здесь трансформируется, и такие люди могут не самоизолироваться, в отношении них не устанавливается медицинское наблюдение. Да, конечно, при появлении первых признаков болезни они остаются дома, они уже обращаются за медицинской помощью, но вероятность того, что болезнь разовьется, она все равно минимальна, потому что люди вакцинированы. Александр Сергеевич, буквально полторы минутки у нас до конца эфира. Давайте так вот подытожим. Все-таки перспектива на весну и лето. Чего ждать? Заканчивается, так если можно сказать, пятая волна, потихонечку, вот вы сказали, да, уже заметные снижения. Что будет дальше на ближайшие несколько месяцев? Да, безусловно, рост заболеваемости, который мы сейчас фиксируем, сменится спадом. Что будет дальше? Дальше можем предположить, что на период летнего сезона мы относительно спокойную ситуацию будем констатировать. И, возможно, ближе к сезону подъема заболеваемости 2022-2023 года, осенне-зимнему сезону, вновь начнется рост числа новых случаев. Но к этому сезону мы будем уже во всеоружии. Уровень коллективного иммунитета будет выше. И, соответственно, на подходе будет новая вакцина назальная, которая также нам поможет в профилактике этой инфекционной болезни. Ну и да, действительно, самое главное продолжать соблюдать все необходимые санитарные и педагогические требования, носить маски, по возможности перчатки, кто желает максимально защититься. Ну и продолжать, разумеется, прививаться и ревакцинироваться. Вакцинироваться и ревакцинироваться тем, кто еще этого не сделал. Александр Сергеевич, спасибо вам большое. Я напомню, что главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области сегодня был в нашей студии. Мы с Александром Сергеевичем Раздорским обсуждали нынешнюю актуальную ситуацию с распространением коронавируса на территории Тверской области. Вы смотрели программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. До свидания и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова